Это единственный кадр нашей планеты Земля, 1972 год, его не увидите больше нигде, архитектура древних, старинные находки, все это вызывает столько вопросов, а ответ один, мы даже не знаем место, где мы живем, ведь система уже работает, какой формы наша Земля и что удалось обнаружить на старых картах, давайте разберемся. Всем привет, наступил рассвет. Многие века люди расселялись по земной поверхности в местах пригодных для проживания, Африка, Евразия, Америка, Австралия и даже океанические острова, Земля, что еще может быть загадочней, они строили города, создавали страны, воевали между собой и двигались дальше и дальше в поисках края этого мира, но так и не нашли его, никто из ныне живущих людей так и не может сказать, когда это все началось. И главное, зачем? А может это просто все случайность? Так называемой бесконечной вселенной, в которую нас просто заселили, а люди, это просто никчемные песчинки. Остались только запутанные системы, лет исчисления, которые противоречат друг другу, а что касается учебников истории, это вообще отдельная история, но стоит вспомнить и про другую историю, предположения о большом взрыве, отрывочные сведения о потопах, катаклизмах, но людей почему-то это мало интересует. Мореплаватели всегда плыли за горизонт в поисках наживы, кого-то гнал интерес, кого-то природная любознательность, но поиски людей кто-то как будто специально ограничивал, холодом, льдами, куда бы только мы не плыли. Путешественников всегда ждала суровая реальность и огромная ледяная стена. По поводу Северного полюса мы еще сегодня поговорим, но что там было нарисовано на древних картах и какие таинственные вещи там происходят в наши дни, сегодня разберемся. А ведь есть еще и Южный полюс, так называемый Юг, туда, где ледяная стена поднимается до самого неба. Но начнем с малого, о кадрах. 24 октября 1946 года исследовательская ракета сделала первые снимки Земли из космоса на высоте 105 километров над Землей. Вот собственно они и есть. Смотря на это, мало что становится понятным. Но начинаешь понимать, что наше нынешнее представление о Земле на самом деле составляет лишь очень небольшой процент от действительного размера настоящей планеты. И каковы ее реальные размеры, мы можем только гадать. Создавать что-то свое люди любили всегда, будь это мастерская или кузница, созданная своими руками ценилась всегда. А представляете, как здорово самому что-то подобное создать. При этом сейчас вам не нужна даже кузница, все это есть в компьютере, стоит только освоить курс 3D Generalist. Сегодня мне бы хотелось познакомить вас с одной профессией, которая сейчас стоит на вершине IT индустрии. И это вообще не разработчик или программист. Мы поговорим о таком человеке, как 3D Generalist, специалисте, который знает о 3D графике все. Стоит рассказать, что эта профессия не только для игровой индустрии, но она также нужна в кино, рекламе и анимации. 3D Generalist могут анимировать модели, прорабатывать текстуры, свет, создавать игровые сцены и внедрять в них персонажи и предметы. Это сложная профессия, но она позволяет построить карьеру в кино, геймдизайне, рекламе, науке, музыкальной индустрии, анимации и множестве других индустрий. Научиться этой уникальной профессии можно в XYZ School. Но что особенного именно в этой онлайн школе? Это лидер в геймдев обучении, где проведают действующие профессионалы индустрии. Поверь, обучаться надо у тех, кто уже чего-то достиг. А эти ребята создали шедевры, уж поверьте. Прямо сейчас у ребят идет набор на мощный прокач от 3D Generalist. Ты научишься моделировать любые предметы, создавать реалистичных 3D персонажей, делать текстуры и материалы, разрабатывать игровые локации. Сразу после окончания курсов у тебя будет настолько сильное портфолио, что ты легко устроишься на работу в международную компанию. И построишь карьеру в геймдеве, кино, рекламе, анимации или даже науке, что тебе ближе. Сейчас в XYZ действуют большие скидки и можно неплохо сэкономить. Так что советую не зевать и скорее записаться на занятия. Ссылку на курс лови в описании под видео. Земля это искусственно созданное образование. Звучит конечно громко, но давайте разберемся по порядку. Клетка, сама жизнь, это тоже искусственно созданное образование. Существование которой, все же как никак определяется тактами Земли. Но ведь эта жизнь откуда-то появилась. И люди с древности задавались вопросом о том, как возникла наша планета. При этом, ответ на него зависел от уровня развития знаний человечества. Изначально существовали легенды о том, что Земля была сотворена божественной силой. Позже планета Земля в научных трудах приобрела шарообразную форму и оказалась в центре Вселенной. Ну а затем? А затем Коперник поместил Землю в ряд планет, которые вращаются вокруг Солнца. Собственно на этом мы и остановились. И если бы обычного человека спросили, что он знает о происхождении Солнечной системы, он вполне мог бы ответить на этот вопрос. Но если бы спросили ученого астрофизика, он выдвинул бы несколько теорий. И ни одна из которых не является точной. И традиционные теории о строении Солнечной системы чуть было просто не рассыпались. В 2010 году, когда ученым удалось обнаружить планетарную систему, названную Кеплер-33. Она находится в созвездии Лебедя. На первый взгляд, никакой связи между нашей системой и открытой просто нет. Но как оказалось, связь есть. Причем самая прямая. А все потому, что небесные объекты системы Кеплер-33 схожи с планетами Солнечной системы по многим параметрам. Сегодня я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на данную фотографию. Как она есть на самом деле. Не стоит благодарить НАСА за это. Они уже часть системы. А что, если наше место обитания действительно так выглядит? И окружена стеной льда? Ведь наши нынешние представления о Земле составляют лишь очень небольшой процент от действительного размера настоящей планеты, которую раньше называли Гайя, а не Земля. Антарктида – это не Южный полюс, а стена льда, которая нас окружает. И после нескольких различных экспедиций и открытий в 1930-40-х годах, Антарктида была закрыта для публики и до сих пор находится под контролем армии разных стран мира. И оказывается, на Северном и Южных полюсах есть проход, который позволяет пройти сквозь эту неизвестность. Так получается, что не все удается сказать в ролике. И многие отрывки я выкладываю в своем Телеграме Рассвет. Ведь цензура на Ютубе потихоньку начинает закручивать гайки. А узнать куда больше исторических несостыковок и все реальные события прошлого вы можете в моем Телеграме Рассвет. Говорить много об этом не буду, многие уже знают о нем. Ну а кто здесь впервые? Ссылку вы найдете в описании и в комментариях. Ну а мы продолжаем. Некоторые считают, что окружающая нас ледяная стена – это все отсылка к игре. Какой-либо симуляции. Возможно, это и верно. Есть свободные люди за стеной. Их обычно называют дикарями. А внутри ледяной стены живут люди-рабы. Собственно, мы, жители Земли, мы живем на тюремной планете. И все это представляет собой трехмерную матрицу. Но, к счастью для нас, она разрушается на наших же глазах. И для тех, кто еще не знает, вся научная фантастика – на самом деле реальность. Все, что приходит нам в голову – это проекция. Проекция настоящей жизни, которая уже где-то существует. Звездные войны, звездные врата, матрица, назад в будущее и многое другое. Все это не просто так основано на фантазии людей. Ведь задумайтесь. Все великие мыслители, изобретатели, провидцы – они имели доступ к технологиям, благодаря которым и смогли произвести все свои открытия. А после, а после нам принесли книги, фильмы, которые заставляют нас всех об этом только мечтать. Для тех, кто еще этого не знает, вы обнаружите, что все, чему нас учили с рождения – ложь. Физика неправильная, наука ошибочна, а лекарства… А про лекарства, я думаю, вы сами все понимаете. Но для начала, чтобы определить, что происходит с нами, стоит понять, а где же мы на самом деле живем? Так и получилось с данным снимком в 1972 году. Снял его личный спутник. На фото четко видно, что наша Земля не больше, чем какая-то жалкая яма. Вокруг нас расположены настоящие полноценные галактики. И вполне вероятно, что все эти люди, которые летают в космос, делают только вид, снимая все это на камеры. Спросите, а для чего это все нужно? Какой в этом смысл? Но стоит учитывать, что на Земле полно огромных каньонов, других дыр. Можно сделать предположение, что наша планета не более, чем огромный рудник, а люди на ней – это те, кто могут добывать те самые ресурсы. Ведь недаром люди придумали вот такой вот дуговой взлет всех космических кораблей и ракет. Якобы для того, чтобы транспорт вышел на орбиту. И если взглянуть на данные снимки по другим углам, то все встает на свои места. Люди летают по таким углам лишь для того, чтобы добраться до того места, где сечет настоящая полноценная жизнь, не покидая нашу планету. Ведь некоторые ученые в полном серьезе рассматривают другую теорию касательно нашей Солнечной системы. Они убеждены, что галактику можно сравнить с бильярдным столом, на котором планеты выступают в роли шаров. Шаров, которые постоянно катаются, сталкиваются и в результате чего образуются новые планеты. Именно эту теорию, к слову, затронул ученый Мануил Великовский в своем бесттрейлере 1950 года «Мир и столкновений». Конечно, большинство физиков и химиков сразу же отклонили эту теорию. Ведь минимум из-за того, что она нарушает закон Дьютона. Но окончательно, никто так и не смог опровергнуть эту теорию, как и доказать ее. Об этих спорах, я думаю, многие из вас уже могли слышать. На что вы слышали наверняка, есть одна единственная теория. Теория Большого Взрыва. Ее суть в том, что из какой-то малюсенькой частицы после взрыва возникла целая вселенная, которая постоянно расширяется и охлаждается. Но ведь природа всегда демонстрирует людям безупречную симметрию. По всех аспектах жизни это что-то противоположное. И раз есть черные дыры, то почему бы не дать право на жизнь белым с противоположным эффектом? Если одни всасывают все в себя вокруг, то вторые по логике должны наоборот все от себя отталкивать. Возможно, именно из-за этого мы их никогда и не видели. Но это не доказывает факт того, что их и вовсе не существует. Нам к ним просто-напросто не подобраться. Ведь что мы знаем про нашу Землю? Да, впрочем, ничего. Современная наука сообщает, что Антарктида это самый высокий континент Земли. В центре континента ее высота достигает 4 километра. А большую часть составляет именно ледяной покров, под которым неизвестно, что может храниться. Для многих может показаться, что загадочного может быть в современном Антарктиде. Но вроде бы ледяной континент и ледяной, как это может быть связано вообще с космосом и материей? А все это связано с тем, что исследование в Антарктиде разрешено только специальным отобранным людям. Впрочем, как и с космосом, туда отправляют только подготовленных, ученых, военных, которые, скорее всего, прошли уже через Ватикан. Просто так нанять корабль и приплыть в Антарктиду запрещено. Ведь в соответствии с конвенцией об Антарктиде, подписанной 1 декабря 1959 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Впрочем, как и космическое пространство, тут разрешена только научная деятельность, которая сразу же записывается в черный ящик. И соединяя все эти факты воедино, может быть, Земля это действительно некий человеческий аквариум, и люди находятся в карантине. По крайням ледяная стена, над землей раскаленная атмосфера, а все, что находится за пределами этого купола, загадка и неизвестность. Поскольку наш мир это матрица, а кем и зачем она была создана, доподлинно неизвестно. Но все это, конечно, просто мои фантазии. Не стоит воспринимать это все близко к осознанию. Поэтому, если вам подобное интересно, обязательно подпишитесь на канал. Это меня сильно мотивирует создавать подобные видеоролики. И не забудьте поделиться им с друзьями. Это позволяет лучше продвигаться данному видеоролику. Тем самым, все больше и больше пробуждая людей. Помните, рассвет не за горами. Всех благ.